ремонт у нас будет происходить опять на беседочке у меня кроме телеков сейчас очень много холодильников еще прочей лабуды поэтому я все делаю как бы параллельно холодос ремонт в запенке происходило чисто капилляра вот морозиловка тоже чисто капилляра плюс ремонт электронного реле вот сегодня сварганил вот такой компрессор оживил его он был заклинивший с помощью схемки поменял масло масле было много всяких частиц убрал реле поставил кнопочку запуска с помощью которой я могу в любой момент запустить данный компрессор кнопочка запуска подает питание на пусковую обмоточку рабочая обмоточка постоянно подсоединена сетевой вилочке установил фильтр данным компрессором я буду пользоваться для прочистки капиллярной трубки всем привет ребята с вами андрей канал сделайся сам сегодня мы будем мучить телевизор пока и вот такой вот старичок вот его задняя крышечка модель сети 2119d неисправно следующее по центру экрана горизонтальная полоса где-то шириной 1 сантиметр все это свидетельствует о том что неисправно кадровая разверточка вы можете видеть видно что уже здесь выпаяна микросхемка она работала как утюг реально грелась до температуры 100 градусов с помощью пирометра я это дело зафиксировал и неисправны были конденсаторы с помощью своего транзист тестера который я уже немножко окультурил поставил преобразователь литий-ионную батарейку контроллер заряда выключатель сделал щуп с двумя встречными диодами для того чтобы не выпаивая со схемы проверять ESR электролитических конденсаторов и вот я нарыл целую гору этих неисправных электролитических конденсаторов вот эти конденсаторы что запаяно с другой стороны это исправные конденсаторы я их пока временно здесь запаял потому что они будут мешать при обратном монтаже микросхемы значит проверку нужно начинать обязательно с питания микросхемы питание у нас организовано следующим образом посмотрите есть у нас тдкс вот четвертая нога с которой и и получаем питание и получаем питание с четвертой ноги поступает напряжение на диодик D408 потом это напряжение поступает через сопротивление предохранитель сопротивлением 0,6 Ом на вот этот электролитический конденсатор с него на седьмую ногу микросхемкой идет напрямую на одиннадцатую ногу через диодик D405 и через сопротивление 1 кОм и там стоит еще стабилитрон это напряжение поступает на первую ногу значит напряжение сначала идет амплитудой ну вернее даже постоянка 24 вольта там через диодик уже будет 23 вольта а там на первой ноге где через сопротивление и стабилитрон там 8,2 вольта вот эти напряжения нам нужно будет обязательно проверить можно с помощью тестера лучше с помощью осциллографа проверить это все что нет пульсаций ну так как я уже нашел вот эти неисправные конденсаторы то я могу с помощью обычного тестера проверить что я сделал напряжение оказались нормальными то есть можно спокойно запаивать к чему вот это я все веду вот видно что микросхемки какие-то китайские надписи такие слабенькие так вот все очень жалуются в интернете что очень часто попадаются бракованные микросхемки если из десяти или пяти штук вам попадется одна исправная вам очень сильно повезло я хочу развеять этот миф показать что если вы все тщательно проверили начиная от питания кадровой развертки и заканчивая самой коррекцией развертки то все у вас будет нормально так что запаиваю предварительно мазюкну пастой установлю на радиатор и вперед с песнями приближается момент истины вот этот конденсатор я оставлю с этой стороны специально посмотрите здесь очень большое расстояние есть запас по месту все как бы вроде культурно запаяно почему потому что этот конденсатор находился вот здесь прямо под самым радиатором видите маркировочка у него C436 вот еще один тоже не очень удачно расположен я его специально на длинных ногах оставил и удалил от этих радиаторов так и и есть победа видите то есть вот этот миф про то что микросхемы бракованные извините за пальцы сейчас отмою все-таки где-то осталось грязное хотя я обрабатывал плату спиртом так вот мифы про то что из десятка микросхем одна-две попадутся нормальные это все мифы смотрите очень внимательно измеряйте и все у вас получится а теперь давайте поработаем немножко со схемкой четвертая нога ТДКС сопротивление 426 0,68 Ома 1 ватт и дальше это все идет через диодик и как я вам рассказывал напрямую на седьмую ногу через диодик на одиннадцатую ногу и на первую ногу через 1,2 кОм R417 вот у нас табилитрон проверил 8,3 вольта показывала здесь на первой ноге без микросхемки и вот такая вот схемка проверяем на нагрев можем даже на ощупь все холодное тестим несколько дней на какой-то игровой приставочке сейчас даже по приколу подключу ночь на дворе комары загрызают детишки гуляют а мы давайте проверим наш телевизор посмотрите посмотрите насыщенные цвета сам в шоке голубой зеленый красненький давайте попытаюсь сфокусировать не все равно не так кстати есть очень хорошие новости наконец-то я получил письмо от гугла сенсор шло оно пять месяцев но наконец-то дошло хотя я уже реально не верил так что скоро купим новую видеокамеру да по поводу нашего сегодняшнего видео мораль его состоит в том что не стоит верить всяким диванным критикам которые оставляют свои следы в интернете а нужно иметь свою голову на плечах проверять экспериментировать и тогда у вас по-любому все получится как у меня получается на этом все ребята до новых встреч пока пока ставьте лайки подписывайтесь на канал и заходите и поднимайте что вы посмотрите вы 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 на Продолжение следует...